Всем привет! Вы на канале ТВ Распаковки и сегодня будет рубрика ТВ и немножко распаковки. Я заказал вот такую посылочку на сайте Алиэкспресс. Доставка была с Украины, поэтому посылка пришла за 3, не за 3 где-то, ну дней 5 она шла, да. Это два тюнера. Я делал заказ на сайте Алиэкспресс, тюнер стоил 9 долларов. Ну, на следующий день мне продавец написал, что такого тюнера в наличии у нас нет, поэтому я вам вышлю другой, стоимостью 11 долларов и в подарок положу еще в Wi-Fi адаптер. Согласнуюсь, с таким доплачивать ничего не надо, там хоть и на 2 доллара дороже, но простите, что так получилось. Ну, я написал, что согласен. Сейчас откроем, посмотрю, положил он этот Wi-Fi, какой тюнер, дороже или нет. Сейчас все проверим и покажу. Самому интересно, что доставка с Украины тоже указывается на Алиэкспресс есть. Мы посмотрим. Вот видите, как хорошо запакована посылочка. Посылка шла с Одессы, поэтому она пришла быстро. Ну, вот так запакован. Ну, написано TV Box T2 Wi-Fi с антенной. Ну, пишет с антенной. Смотрите, я заказывал без антенны. Обычную приставочку за 9 долларов они прислали. Немножко подороже. Ну, сейчас посмотрим, что у нас. Так. Открываем. Да, приставка другая. Я не такую заказывал. Вот такой коробочке. Красивой, зелененькой. Ну, что сразу видно. ДВТ2, YouTube на Гагу. RG45. Set TV Box. На этой стороне вот что есть. HD Radium, P4 USB. Кодек H264, MPEG. Так. На этой стороне YouTube на Гагу. Все на английском. Такая коробочка уже ничего. Так, открываем, смотрим, что внутри. Так, внутри есть Wi-Fi адаптер. Не обманули. Я вообще доволен. Хороший продавец. Заказывал подешевле. Считайте, намного такой, видите, Wi-Fi адаптер для YouTube на Гагу. Я думаю, еще подключу к телевизору. Посмотрю, на что способна эта приставочка. Такая мануалочка. Здесь все на английском языке. Да, все на английском. Так, что еще у нас в комплекте идет? Такой пультик. Так, оно вытаскивается. Там батарея, конечно, в комплекте нет. Но такой он небольшой, похожий на экрановский. Кнопочки такие нажимаются, удобные. Что еще в комплекте у нас идет? В комплекте идет вот такой кабель тюльпаны. И блок питания нераздельные. Вместе. Внутри вот такой тюнерок. Так, сзади вход антенны, выход на HDMI кабель для тюльпанов. Для интернета еще есть Ethernet выход. Здесь нет ничего. Здесь тоже. Впереди тоже есть USB. Вот такие кнопочки. Wi-Fi LAN. Работает с Wi-Fi. Ну да, Wi-Fi ставится только впереди. Вот сюда. Здесь флешку, Wi-Fi. Вот такой интересный тюнерок. Я же говорю, достался мне он. Это хорошо получается. Я ссылку на продавца оставлю. Там на сайте он почти один. Ну что, подключаем наш Ethernet к телевизору. И смотрим, какое у него меню. Попробуем отсканировать каналы. И посмотрим, на что он способен. Так, вот я его включил. Вот такая заставка. Почему-то написано 3D. Так, ну что у нас вначале. Вначале у нас нужно выбрать язык. Ну выбираем какие страны есть. Португалия. Ну мы ищем Украину. Я живу в Украине. Желательно конечно Украина. Но если нет, попробуем отсканировать на Россию. Ну вот такие страны здесь есть. Наверное нет. Тогда отсканируем на Россию. А, дальше надо нам посмотреть, чтобы было питание антенны включено. А, вот видим оно выключено. Нажимаем включить. Ну здесь есть автопоиск. Начинаем автопоиск. Сейчас посмотрим, что он отсканировает. Какие каналы. Ну вот идет поиск. Пока ничего нет. Смотрим. О, вот пошли каналы. Поймал. Тюнер канала. Видим 16. Но они видим. Повторяется. Это наверно с разных вышек он поймал. Сигнал. Дальше куда он идет. 24 канала. Ну всего 32 канала. Но я так понял он ловит с двух вышек. Поэтому пусть отсканирует все. Посмотрим, какие есть отличия. Как показывают каналы. Звук я на телевизоре убрал, чтобы YouTube не увидел. Иногда звук могут заблокировать видео или каналы. Так что просканируем то, что есть. Посмотрим, как каналы работают. Какое качество картинки. Ну, видим, сканирует он быстро. Это уже хорошо. Так. Мне там еще один тюнер идет. Тоже заказал с доставкой из Украины. Немножко отличается от этого. Он немножко и подешевле. Все-таки хочу вот этот дешевый попробовать. Это хоть и заменили этим. Ну, пока молчат, ничего не отвечает. Выслали они его или нет. Вот, сохранились. Каналы. Ну, вот. Сейчас я наберу звук, чтобы... Посмотрим. Ну, качество картинки мне нравится. Ну, видим, работает текст от программы. Видите, какая программа, какие идут передачи. Так, все они есть. Есть эти каналы. Я хочу посмотреть 32 или она написала все 64. Ну, как видим, все каналы написала 64. Вернее, канала. Ну, интересно. Переключается очень быстро. Не тормозит. В принципе, хороший тюнерок. За такие деньги неплохой. Там зайдем в меню. Что у нас в меню есть? В меню у нас есть. Вот. Ну, да. Вд. Ничего. Редактор программ. Пароль просит ввести. Сейчас попробуем нули. О, да. Нули. Вот. Видим. Переместить. Блокировать. Пропустить. Удалить. Так что можно редактировать каналы. Как вам нравится выставлять. Это хорошо. Так. Продолжим дальше. Что у нас в меню. Так. Так. Электронные программы. Сортировка. Так. Ну. Сервис. Это что-то такое по сервисам. Почему там оно? Ну, ладно. Нажимаем выход. Следующие. Это пропорции экрана. Как настроить? Разрешение. ТВ формат. Видео выпит. тоже так поиск это поиск каналов так дальше это меню это у нас часовой пояс авто временной озон на спящий режим желательно выключить потому что она будет заключаться я потом жалуется язык меню русский язык субтитров английский можно испанский вот выставить какой надо это если поддерживается субтитры на канале идет на английском это можно русский выставить так это меню родительский контроль установить пароль установить заводские настройки информации так модель тюнера версия прошивки 18 вот еще старенькая ну я напишу продавцу может пришлет новое обновление по посмотрите есть вот его можно так включаем и время начала можно выставить время например час поставлю посмотрим может прилетит был тюнер обновиться и сам обновление с флешки на флешка у меня не установлено список список вызова настройка сети это подключение вот полон весь ван выход есть и вот для вай-фай подключаем да можно выставить под вай-фай там спереди есть есть и выход можно поставить вот вай-фай типа поиск на я вай-фай адаптер не подключал он ищет сети подключается ну принципе богатю мирно эти на настройки всякие неплохо дальше и вот еще есть мультимедиа что здесь какая настройка музыка с юсб устройством смотреть фотофильм и провар функция записи можно поставить флешку юсб и записывать программы с телевизора и потом просматривать уже в записи передачи которые вы можете пропустить чтобы там если что-нибудь интересно так еще что здесь есть настройка фото настройка кино настройка пвр устройство записи формат есть все вот видите выбираем формат устройство на ту же флешку не ставил я думаю полезная эта функция и сетевые приложения сетевые приложения здесь у нас сетевые приложения это я сейчас не ставил вай-фай адаптер здесь есть google а и питьевый и youtube ну на этой прошивке я его мы показывать не будут она не работает ну вот там мегагол некоторые фильмы сериалы запускаются и айпи тивилист и оставил тоже на похожий тюнер на этом не знаю на и питьевилист тоже идет вот с ютубом проблема там вот буду ждать новую прошивку 18 года напишу сегодня продавцу они обычно присылают прошивки и потом прошивается тюнер и все это есть так что вот такое видео получилось спасибо вам за просмотр с я старался сделал обзор все что можно показал так что тюнерок неплохой для просмотра т2 каналов вообще говорю идеально он переключается быстро ждать не надо загружается все программы все хорошо идет все каналы от сканировались быстро так что тюнерок могу посоветовать небольшая цена то в украине живу живет вообще доставка 35 дней потому что склад находится в украине так что вот такое видео всем пока кто забыл подпишется подпишитесь пожалуйста поставьте лайк и до следующих видео